Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречные в студии Анны Литвинова. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Проблемы и решения. Зареченцы задали волнующие их вопросы главному судебному приставу региона. Вопросы, которые задают, самые разные. Все связано с исполнением решения суда. О взыскании денежных средств, взыскании алиментов, ущерба, долга. Успехи в научно-образовательной деятельности. Зареченец Глеб Фомин получил губернаторскую премию за исследование городских водоемов. Так как я являюсь гражданином нашего города, мне не без различного состояния, а состояния окружающей среды. Шаги от победы. Зареченский союз провел первую игру полуфинального раунда первенства детско-юношеской баскетбольной лиги со спортсменами Новосибирска. До самого конца матча команды боролись на равных. Подробнее об этих и других событиях. В Заречном состоялся прием по личным вопросам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Евгения Позечко. Горожане, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, смогли задать волнующие их вопросы. Удалось ли жителям Заречного на встрече с судебным приставом разобраться в спорных моментах, знает Ксения Тризна. Заружет транспортное происшествие и человек обязали, значит, основательную работу выплатить по этому транспорту. Сумма составляла 560, значит, 556 тысяч, 964 тысяч. Ущерб владельцу автомобиля так и не был компенсирован. Исполнительное производство прекращено. Выяснить, можно ли исправить эту ситуацию и решить вопрос с выплатой, Зареченец пришел на личный прием к главному судебному приставу Пензенской области Евгению Позечко. Такие выездные встречи проходят во всех районах губернии. Вопросы, которые задают, самые разные. Все связано с исполнением решения суда. О взыскании денежных средств, взыскании алиментов, ущерба, долга. На таких приемах люди получают подробные консультации, узнают о способах решения возникших проблем. Каждому случаю нужно подходить индивидуально, считает Евгений Николаевич. И каждую ситуацию рассматривать с разных точек зрения. Бывают моменты, когда решение суда считает, что в соответствии с законом оно должно быть исполнено в течение двух месяцев. Но хотелось бы обратить внимание, что этот срок не является пресекательным. Он завершается исполнительное производство до полного исполнения решения суда. А это может длиться один, два, три, а то более лет. Евгений Позечко общался с жителями Заречного в течение нескольких часов. Следующий такой прием состоится во втором полугодии 2017 года. За особые успехи в учебе, творчестве, спорте и реализации социально значимых проектов активные и талантливые зареченцы получили президентские и губернаторские награды. Как сообщает официальный сайт администрации Заречного, в числе отличившихся воспитанницы молодежного объединения Лига молодых Заречного Анастасия Михеева, методист информационно-методического центра системы образования Заречного Евгений Шелковой и учащийся школы номер 220 Глеб Фомин. За успехи в научно-образовательной деятельности он удостоен премии губернатора Пензенской области в размере 15 тысяч рублей. С лауреатом губернаторской премии встретилась Ксения Тризна. Гидробиологическими исследованиями ученик 220-й школы Глеб Фомин занимается около двух лет. Он анализирует качество воды в Зареченских прудах. Так как я являюсь гражданином нашего города, мне не без различного состояния, а состояния окружающей среды, состояния воды, в котором как раз-таки купаются наши люди летом. Глеб изучил городские водоемы и пришел к выводу, что все микробиологические показатели находятся в пределах нормы. Результаты своей работы он представил на 19-й областной научно-практической конференции юных исследователей окружающей среды и занял первое место. Эта победа дала Глебу Фомину возможность выступить на всероссийском уровне. На конкурсе в Москве Зареченец стал пятым. За такие успехи в научно-образовательной деятельности Глеб получил премию губернатора Пензенской области. Останавливаться на достигнутом юноша не намерен, однако всех секретов своих будущих научных разработок пока не раскрывает. Пока что у нас есть несколько работ, мы как раз-таки думаем, чем заняться, но чтобы не быть многословным, я не скажу. Глеб не первый ученик 220-й школы, добившийся успехов в биологии. Когда-то награды на конференциях получала его старшая сестра. Сейчас начинающему исследователю уже наступают на пятки его более младшие коллеги. Вот сейчас Илья Сергачев у нас отправляется в Орленок, тоже, значит, как победитель. Такого же конкурса в этом году он занял то же самое первое место в этой же секции, экологический мониторинг, в этой же конференции на области. Сейчас Илья проходит отбор на всероссийский конкурс. Так что вполне может быть, что о достижениях юных исследователей из 220-й школы мы услышим еще не раз. В 2017 году в летнем лагере труда и отдыха станет на одну смену больше. Раньше дети могли отдыхать и работать на базе Центра образования и профессиональной ориентации только в июне и в июле. Теперь все желающие будут иметь возможность подать заявление и на август. Уже традиционно летом 2017 года для юных зареченцев откроются смены на базе школ города и Дворца творчества детей и молодежи. Кроме этого, зареченских школьников готовы принять лагерь Приморский в Краснодарском крае, палаточный лагерь Патриот под Золотаревкой и Загородная Звездочка. Подать документы на отдых в Приморском родители смогут 27 февраля. Школы Заречного начнут принимать заявление с 1 марта. Желающие отправить детей в «Звездочку» должны подготовить все бумаги к 20 марта. Написать само заявление. Заявление также размещено на сайте Департамента образования. Его можно заранее распечатать и уже с готовым заявлением прийти в образовательную организацию. И предоставить ксерокопию документа или паспорта, или свидетельство о рождении на ребенка. При подаче документов заявитель должен будет предъявить свой паспорт. Подробная информация о сроках приема заявлений и количестве мест в детских лагерях размещена на официальном сайте Департамента образования Заречного в разделе «Организация дол». Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Сообщается в пресс-релизе Центробанка. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя, изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока, мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. Символы новых купюр были определены в результате конкурса, проходившего с июня по октябрь 2016 года. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более трех миллионов человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. По данным Центробанка, новые купюры появятся в обращении в конце 2017 года. Тройное ДТП произошло в Заречном днем 1 февраля. Рядом с автобусной остановкой напротив взрослой поликлиники «Лада Приора» протаранила две иномарки. По данным сотрудников ГИБДД, водитель черного отечественного седана не справился с рулевым управлением и совершил наезд на припаркованный на проезжей части автомобиль «Пежо 308». От удара француз влетел в стоящий перед ним «Форд Фокус». В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили различные механические повреждения. Больше всех пострадала машина-виновника аварии. У «Приоры» разбита вся передняя часть. Значительный урон нанесен и «Пежо», в который врезалась «Лада». У «Форда» поврежден задний бампер. По данным сотрудников ГАИ, водитель «Приоры» был трезв. Стартовал прием заявок на городской конкурс отцов «Лучшее призвание быть папой». Он проводится в Заречном уже четвертый раз. Открытие конкурса запланировано на 28 февраля. До этого времени специалисты Дома культуры «Дружба» принимают заявки от всех желающих поучаствовать в этом испытании. Участниками могут стать папы любого возраста, имеющие детей до 18 лет. В нашей практике у нас участвовали папы, у которых старшим деткам было далеко за 30, а младшим, допустим, 16. Участвовали папы, деткам которых 3-5, у кого-то только родилось. То есть это папы совершенно разных возрастов, разного отцовского стажа. Главное, чтобы у них было желание. И на самом деле этот конкурс, он такая замечательная форма проведения семейного досуга, когда все вместе, папы, вот несмотря на какой-то соревновательный момент, они очень замечательно общаются друг с другом, потом действительно знакомятся с семьями, заводят новых друзей, новых знакомых и получают огромный плюс для мотивации семейной жизни. Где-то начинают лучше понимать своих детей, улучшаются отношения со своими супругами, с близкими, с друзьями. То есть это замечательный повод поднять себе жизненный тонус, чему-то хорошему научиться и получить заряд замечательного настроения на много-много лет вперед. Как и прежде, конкурс пройдет в течение года и будет включать 4 этапа. Открытие, семейный квест, папин слет и творческий конкурс. Итоги городского конкурса «Лучшее призвание быть папой» подведут в начале декабря. Открытие 4-го городского конкурса «Отцов. Лучшее призвание быть папой» пройдет в рамках традиционного общегородского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Он стартовал сегодня, 1 февраля, и продлится до Дня защитника Отечества. Какие еще мероприятия ждут горожан в течение месяца, нам расскажет заместитель главы администрации города Заречного Ирина Сизова. Интервью с гостем смотрите сразу после рекламы. А пока перейдем к другим темам выпуска. Свободных мест в зрительном зале Дворца культуры «Современник» на 26 февраля остается все меньше. В прощенное воскресенье на главной сцене города состоится единственный показ мюзикла о «Мамма-Мия». Все средства, собранные на спектакле, будут переданы зареченским ребятишкам, нуждающимся в дорогостоящем лечении. За ходом репетиций наблюдают мои коллеги. ПЕСНЯ Подготовка благотворительного спектакля «О, мама-Мия» входит в завершающую стадию. На сцене Дворца культуры «Современник» артисты обживают декорации. Отдельные отрепетированные хореографические и вокальные фрагменты соединяются в общее сценическое действие. И уже по первым совместным репетициям ясно – новый проект будет ярким, интересным и непохожим на три предыдущих спектакля. Другой по содержанию, другой по характеру и, собственно, хореография совершенно в другом стиле. Это тоже новый, это здорово. Пробуем новые движения, что-то получается, что-то не очень, меняем, забываем, придумываем заново. В этом году перед самодеятельными актерами поставлена сложная и амбициозная задача. Жанр благотворительного спектакля определен как мюзикл, а это значит, что исполнителям придется особенно много петь и танцевать. Танцев много, танцы практически, вот весь спектакль мы танцуем. Вместе танцуем по одному, сольно. В общем, это и есть мюзикл, это черта этого направления, особенность то, что даже когда поют из сложной партии, все равно им приходится выучивать мои непростые движения. И это при том, что репетировать участникам проекта приходится по вечерам, после своей основной работы. Их, чиновников, рабочих, служащих, студентов вдохновляет общая цель – помочь выздороветь маленьким зареченцам. Ради этого непрофессиональные актеры готовы справиться с любыми трудностями. Справляются, справляются, справляются. И даже вот черновая какая-то работа, которая вот она есть, она уже просматривается, какие-то элементы уже какого-то законченного действия, наверное. Поэтому мастерство действительно растет, и огромное желание, огромное желание сделать как можно лучше. Вот это у всех есть, у всех присутствует, потому что мы знаем, ради чего мы здесь собираемся, ради кого мы здесь собираемся. И мы готовы делать все, что от нас зависит. Слушать режиссера, слушать хореографа, слушать преподавателя по вокалу. Лишь бы только получился хороший результат. Это очень важно на самом деле. Вот для меня в первую очередь, и за это огромное мое уважение ко всем людям, которые бескорыстно каждый день приходят несколько месяцев подряд и выполняют вот это большое доброе и светлое дело. Итог почти полугодовой работы творческой группы благотворительного спектакля можно будет увидеть совсем скоро. До премьеры осталось меньше месяца. Назначенного дня, 26 февраля, все участники мюзикла ждут с особым волнением. С чувством восторга, наверное, предвкушений чего-то такого грандиозного, великого. Тем более такой праздник еще будет, день прощенного воскресенья. Хочется, чтобы и люди получили удовольствие от нашего спектакля, и мы сами тоже дарили искусство это. Самый же главный дар участники спектакля и зрители сделают вместе. Они подарят надежду на выздоровление малышам, борющимся с тяжелыми недугами. Забронировать билет на мюзикл «О, мама Мия» можно по телефону 30 50 93 и в кассе Дворца культуры «Современник». Еще один вариант оказания помощи больным ребятишкам – СМС-пожертвование. Чтобы его сделать, нужно отправить на короткий номер 75 22 сообщение. Добрый вклад в одно слово и сумма пожертвования цифрой. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. 31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» стартовал первый тур полуфинального раунда первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги. Шесть команд в течение пяти дней будут бороться за победу. Встреча проходит по круговой системе. Первым соперником «Зареченского союза» стала команда «Новосибирск», с которой наши ребята уже встречались на баскетбольной площадке на предыдущих этапах «Дюбл». Прошлая встреча с этой командой закончилась для игроков «Союза» поражением. Об итогах этого матча расскажет Елена Степкина. Первую результативную атаку в матче между командами «Заречного» и «Новосибирска» провели наши баскетболисты. На 10-й секунде Даниил Подрубилин выполнил точный бросок из-под кольца. Уйти в отрыв в стартовой четверти не получилось ни у одной команды. Баскетболисты неспешно обменивались двух- и трехочковыми бросками. В итоге на последней минуте первой четверти счет был равный 20-20. «Союз» вывел вперед Алексей Метелев точным попаданием в кольцо практически с середины поля. Во второй четверти вперед вышли гости, но преимущество «Новосибирска» после второй 10-ти минутки было всего 3 очка – 32-29. В третьем периоде оно растаяло. Зареченцы догнали, затем вышли вперед, но серией результативных атак соперник вновь свел разницу в счете к нулю. Финальная четверть началась при счете 43-43. За 10 минут еще три раза на табло загорались одинаковые цифры. В концовке нашим баскетболистам не удалось провести результативную атаку, гости же смогли заработать еще 5 очков. В итоге 58-53 победа «Новосибирска». Надо учитывать, что эта команда цепляется за Кубок России. Очень хотелось выиграть, ребята были настроены, но в концовке больше повезло соперникам. Нам немножко не хватает слаженности, наверное, в игре. У нас не так много игр вместе, когда мы собираемся. И напряженные концовки из-за этого мы и проиграли. Достаточно игра легко давалась. Но мы как и легко набирали очки, так легко и пропускали мячи. Поэтому в такой игре кому больше повезет, тот побеждает. Игры в рамках первого полуфинального тура первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги в Заречном продлятся до 5 февраля. Три матча в 14, 16 и 18 часов будут проходить ежедневно, кроме пятницы. Встречи с участием зареченских баскетболистов запланированы на 6 часов вечера. Елена Степкина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Во второй день игр в рамках первого полуфинального этапа первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» состоялось три встречи. В первой баскетболисты команды «Калий Баскет» из Березняков обыграли Енисея из Красноярского края со счетом 64-55. Во второй победу праздновали новосибирцы. Они 15 очков выиграли у спортсменов из Барнаула. Наши баскетболисты встречались с командой «Юниор» из Ярославля. Матч закончился несколько минут назад. О его результатах мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Впереди небольшой рекламный блок, после которого мы встретимся с заместителем главы администрации города Заречного Ириной Сизовой. Не переключайтесь. Росатом и нанотехнологии в Заречном запустили инновационное производство. На «Маяке» начали перерабатывать новый вид ядерного топлива. Как на «Атомаше» проверяют герметичность варных швов с помощью атомов гелия? Смотрите в среду в 20.00. Росатом и нанотехнологии в Заречном запустили инновационное производство. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Купить или продать квартиру, узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант – можно в одном месте. Зайди на Город Зет. Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на Город Зет. Мы возвращаемся к выпуску новостей. И у нас в гостях заместитель главы администрации города Заречного Ирина Сизова. Здравствуйте, Ирина Натальевна. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, сегодня у нас в нашем городе стартовал общегородской месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия в рамках него будут проводиться и кто в них примет участие? Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы у нас традиционный месячник, ежегодный. Принимает в нем участие практически каждый житель города в той или иной мере. Но, конечно, особую роль, как всегда, играют здесь наши дети, потому что именно воспитание патриотизма и чувство ответственности за свои поступки, а я считаю, что это тоже одна из целей месячника, хотелось бы, чтобы у наших ребят было сформировано. И, как показывает жизнь и практика, наши выпускники обладают особым чувством патриотизма как к городу, так и к родине. Ирина Анатольевна, давайте пройдемся по всем мероприятиям. Когда пройдет первое мероприятие и что нас ждет в течение месяца? Ну, в течение месяца практически каждый день во всех образовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, во всех учреждениях культуры, спорта по своему определенному графику будут проходить встречи с ветеранами локальных войн, с ветеранами Великой Отечественной войны, с военнослужащими, с героями нашего времени. И вообще девиз этого месячника в этом году, после работы оргкомитета, мы все-таки выбрали, что герои среди нас, герои нашего времени. Классные часы, тематические встречи, большая экспозиция тематическая в нашем музейно-выставочном центре. То есть это те мероприятия, которые проходят по плану учреждения, образовательной организации учреждений, класса, группы, каждодневные и несущие тоже большую воспитательную ценность. Вот совсем недавно у нас еще не начался месячник, но мы все равно приравниваем сюда. Был день 27 января снятия блокады. И была встреча в 22-й школе с ветеранами. Было очень интересно, было трогательно, много было ребят. И очень такой хороший резонанс в среде детской получило это мероприятие. Ну, как такой вот небольшой старт в месячник. Для молодежи на базе «Ровесника» у нас будет обсуждение фильмов. Уже тематика фильмов есть. Это и «Сталинград», и «Азорь здесь тихие». Новые постановки с обсуждением, с комментариями, с размышлениями, с мнением историков по поводу этого фильма. И, конечно, с участием ветеранов войн любого вида. ТЮЗ «Театр юного зрителя» возобновляет «Последние свидетели» спектакль. В смысле, показывает студию «Орликин». Значит, у нас открывается и проходит 10-й городской смотр-конкурс юбилейный. Есть такая профессия – Родину защищать. На сегодняшний день помимо команд от образовательных организаций есть договоренность и готовится команда. Я пока не говорю, примут участие или нет, потому что они будут... Ну, знаю, что готовится команда военнослужащих, срочников с нашего ракетного катера «Заречный». Ребята, кто отслужили и готовятся. Значит, команда производственного объединения «Старт». Мы очень рады этому участию. Готовится к участию команда от руководителей города, то есть от департаментов и администрации, сборная команда, войсковая часть, управление противопожарной службы, полиция. То есть и каждый детский сад заявился практически. Вот, поэтому вот такая атмосфера чувства патриотизма и приобщенности к тому, что это очень важное направление, когда маленький ребенок наряду со взрослым человеком, уже прошедшим, пусть даже срочную службу в течение года, я считаю, что это будет очень хорошо и значимо. Все вместе. Вот как раз мы в курсе, да, что будет четыре номинации в этом смотре-конкурсе как раз для малышей, для ребенка постарства. Да, малыши. Причем у нас совсем малыши дошколята. У них своя программа. У нас начальная школа. Естественно, команда от старшеклассников. А вот творческий конкурс, он будет не от команды, а от школы. Потому что там может участвовать и малыши, я имею в виду начальная школа, и взрослые. Вот. Начнется, он стартует 10 февраля, правильно, да? 10, да. У обелиска нашего победы будет старт, будет, так скажем, марш-бросок к такому марафону, недельному марафону. И 18 числа в 10 часов у нас будут заключительные творческие этапы подведения итогов для дошколят. И в 16 часов будет для всех остальных участников этого конкурса творческий конкурс и подведения итогов. То есть такая насыщенная будет суббота, 18 февраля. Много будет мероприятий, посвященных именно Дню Защитника Отечества? Конечно, да. Дню Защитника Отечества. Мероприятие традиционное будет к Дню воинам локальных... Сражений в войне. Да, сражений, да. Это 15 февраля, как обычно, будет митинг у мемориала Дворца творчества детей и молодежи. Вот. Будет большое торжественное собрание с концертом 21 февраля в 18 часов ДК «Современник». Уже идет во всю подготовка и тоже ждет много интересных номеров и задумок на этот вот мужской чисто праздник мужественности, такой надежности. Спектакль «Фронтовичка». Концерт учащейся детской школы искусств дорогим папам посвящается. Ну и традиционно уже четвертый год стартует конкурс «Мой папа лучше всех». Городской конкурс. И что очень приятно, что именно в месячник военно-патриотической работы, в месячник, когда празднуется праздник наших защитников, и он уже перерос в такой общероссийский день, мужской день мужчины, будет стартовать вот еще один праздник пап, когда папы будут соревноваться, ну а в целом просто победит дружба, как я надеюсь, и еще раз покажет, что папа может все, что угодно. Нет, ну я думаю, что там, конечно, лучше это выявится, но я считаю, что это уже герой, если папа согласился участвовать в конкурсе. Остальные тоже обижены, не будут, но и наши какие-то свои получат. Ну, в общем, понятно, что программа мероприятий обширная, насыщенная. Ирина Анатольевна, вот... Для ветеранов тоже будут программы, практически во всех учреждениях культуры будут программы для ветеранов. Это тоже тематические, обязательные, но это все... План очень большой, и обо всем не расскажешь просто. Ну вот, к сожалению, рассказать обо всем мы не можем, а увидеть все, наверное, где-то мы все-таки можем, да? Весь план мероприятия. Да, на сайте, во-первых, администрации, я думаю, что на портале город.зет, и все равно анонсироваться афиши будут и в газете «Заречья», и на сайте Департамента культуры, пожалуйста, можно войти, есть уже анонс всех таких крупных и общедоступных мероприятий в рамках месячника. Да, я думаю, что каждый найдет для себя нужную информацию, обязательно придет на то или иное мероприятие. Да, я еще не сказала об очень важном деле, это подготовка нашей команды до призывной молодежи, потому что обычно апрель-май проходит областная спорткиада до призывников, и мы вот сейчас начинаем подготовку Департамента образования, преподаватели ОБЖ взяли на себя, но руководить всей этой подготовкой будет Детско-юношеский центр «Юность», потому что это кладезь мужества, патриотизма, силы духа. Спасибо, Ирина Анатольевна, большое за такую подробную и интересную, я думаю, не только для меня, для наших телезрителей беседу. Спасибо. У меня на этом все, хороших вам новостей и до встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова